Некоторая музыка еще до своего выхода в свет становится шедевром, другая с появлением на полках магазинов, а некоторые удостаиваются такого звания только лишь по прошествии долгого времени. Именно о таком недооцененном в свое время уникальном диске мы и поговорим. Всем привет, с вами как всегда Вульф и сегодня в великих альбомах группа Deep Purple и ее пластинка The House of Blue Light выпущена в 1987 году. До сих пор для меня непонятно, почему этот альбом в свое время так провалился. Ведь на этом диске по сути есть все, отличная запись, до сих пор звучащая современно, хотя ей уже скоро будет 35 лет, филигранная игра музыкантов, в которых весьма органично сплетены и переплетены гитара, клавишные, барабаны и бас. Здесь нет того выпедрежного выпячивания какой-нибудь из инструментов, как это было например на ранних пластинках темно-фиолетовых. К тому же отлично подобрана и стилистика, где просто нет ничего лишнего. И в доме можно найти огромное множество того, чем богат так классический хард. От обычного блюза, как Meet Cee Dupree, до классного, мощного, быстрого, тяжелого рока в лице Mad Dog. Это не говоря уже о всяких там отступлениях в виде арт-рока, органных интерлюдий, безумных гитарных, клавишных и барабанных соло и моря убийственных импровизаций. Не могу просто понять, почему моим знакомым не нравится этот альбом, который я лично слушать могу бесконечно, наслаждаясь каждой произведенной на нем нотой, где даже ксилофон великолепной Strainways звучит необыкновенно, не говоря уже о прекрасной гитарной технике Ричи Блэкмора, которая просто поражает воображение в каждой из частей сыгранных им рифов и соло отступлений. Особенно это отлично слышно Spanish Archer, которая идеально не только своим волшебным проигрышем, где Ричи ведет свою игру через всю подноготную песню, но и выверена по своему строению, что могла спокойно быть инструменталкой, при том инструменталкой довольно хитовой. До сих пор не понимаю, почему многие ищут в этом альбоме что-то старое и древнее, то, чем завоевывала в свое время группа Deep Purple еще в начале 70-х. Конечно, Machine Head и Inrock и другие великие по-своему диски сделали свое дело, и даже тот же предыдущий перед домом Perfect Strangers воспринимался фанами как некое возвращение к корням. Но именно House of Blue Light смог сделать невозможное, создать уникальный Deep Purple, пусть и вскормленный ненавистью и злобой своих же создателей. И смотря на то, что музыканты устали друг от друга, считая огромной ошибкой воссоединения, но как ни крути, а истинный профессионализм, который с годами уже просто въелся в каждого из участников коллектива, незаметно, но совершил свое дело. Альбом, как будто, как говорили сами участники записи, созданный из несвязанных между собой частиц и кусков, монолитно и твердо застыл в одно целое, и с годами становится еще крепче. Над каждым участником банды давлело желание, прежде всего, сделать хорошую музыку, достойную именно своего индивидуума. Так что респектабельность и стремление сохранить лицо перед фанами и всем музыкальным миром, наверное, стали причиной, что альбом именно вышел таким и получился по-своему классным. Поэтому мы и слышим на пластинке чисто британскую спокойность, уверенность, излучение нужных эмоций. Во всяком случае, играет альбом по-настоящему. До сих пор свеж и обладает самозаряжающейся энергией. Для своего же времени такое оформление, где каждый инструмент звучит так чисто ровно, да еще и с изюминкой, было не только в новинку, но и было мега круто. Да и чего там греха таить, о таком качестве записи и сведений могли только многие мечтать. Да, такое было сделано в угоду тогдашней эпохи, когда группы такого типа как Deep Purple пытались вздохнуть с новой силой. Конечно, фанам такой попсовый и приблотненный саунд мало приходился по душе. Но посмотрите, с другой стороны, группы родом из 70-х, сумевшие перешагнуть через себя, смогли не только заново заговорить о себе, но и создать шедевры, которые, хотя и не сразу, но уже в будущем отлично себя проявили. The House of Blue Light не стал исключением и до сих пор звучит по-новаторски и мощно. Сплотив между собой яркий, модернизированный хард-рок из узнаваемых рисунков как самих Deep Purple, так и его производной в виде Rainbow, а также пропустив все это через популяризацию рока того времени, диск 1987 года, одной из самых выдающихся рок-бан планеты, произвел очередную тогда революцию. Хотя сами музыканты, как и их старые поклонники, утверждали совершенно обратное. Тогда же многим все казалось по-другому и отсутствие воображения, хотя музыка просто кишит разными уникальными ходами и отличается яркой харизмой. Или то, что коллектив исчерпал вдохновение, являясь просто саморазрушением. Но как тогда объяснить суперский голос Гиллана и неповторимые импровизации Блэкмра и Лорда? Короче говоря, в очередной раз удивляюсь многим тогдашним скорым рецензиям, повлекшим в свое время немалое влияние на судьбы разного рода, включающие как дальнейшую жизнь музыкантов, так и групп в целом. Тогда это привело к очередному разрыву классического состава Deep Purple. А ведь если бы все сложилось по-другому и коллективу поставили бы 10 из 10, не было бы этих ненужных терок между Блэкмором и Гилланом, глядишь, мы могли бы иметь еще не один такой же шедевр. Жаль, что фаны и критики тогда не углядели эту работу по достоинству, а лишь разожгли с новой силой и так неугасающий огонь между участниками банды, закончившийся, как мы уже знаем, уходом главного фронтмена. А на этом у меня пока все, с вами был как всегда Вульф и до новых великих альбомов. Всем пока!